здравствуйте что обсуждаете сегодня ну что последнее обсуждали ну как вообще ситуация сегодня граница у него там обсуждали войну украине он сбежал если я коснусь войны украине почему я должен сбегать так же и другие я здесь полгода раз захожу ну просто смотрю в интернете сейчас турецкие у ребят там интересно послушать самому что мне будут россияне говорить я россияне с россиянином поговорить насчет вот это потому что там я смотрю какие-то россии я говорю я сам россиянин и вот смотрю в чат рулетки особенно они как с украинскими плотина разговаривает и я думаю что у нас неужели такие долбоебцы россияне нормально не могут еще выразить ну а что вы думаете по всей этой ситуации о войне о том что происходит лично ваше я думаю я думаю что это очень плохо я очень думаю плохо я на пенсии это я живу уже давно я об этом у меня родственниками давно поругал поругался захватничная война это это для меня очень тяжело тем более у меня у зятя там много родственников я понял у зятя моего там отец жил он у тети дяди у него так что мы эти ситуации знаем они все пактивы мы шли так что ну я хочу сразу сказать я тоже небольшой блогер я небольшой блогер и я здесь именно для того чтобы общаться с россиянами вот и я нахожу в соединенных штатах америки таких людей как вы очень мало в россии к сожалению мало и я хотел вам сказать спасибо за то что я понимаю на улицу выхожу я это знаю я вижу вот на пенсию я еще работаю таксую я с людьми очень но такси около я эти разговоры часто разговариваю но но сегодня ведь в россии попадается тот который за войну редко попадается все все понимают ну вот я то что здесь общаясь в рулетке я довольно долго общаюсь много и вот я бы сказал бы подавляющее большинство они поддерживают войну они поддерживают говорят надо до конца нужно вообще этих уничтожить то есть вот так вот такая вот идет у людей я смотрю в интернете я я по телевизору не смотрю больше мне на смотрю ребят вот украинские блогеры там они когда я вижу русские как я не понимаю я сам а в такси я с теми же разговариваю как да но я вижу 10 человек где 20 человек вожу день но нет таких вот других ну смотрите когда вот был захват крыма в самом самом начале да почему людей так мало выходило за то что ребята что мы делаем мы сделаем что-то неправильно нам нужно вместо того чтобы мы взяли такую какую-то позицию, да, ну, хоть что-то сделать для того, чтобы не находиться внутри вот этого всего, да. А тем не менее, люди кричали, Крым наш, молодец, правильно. Вот вам не кажется, что многие люди сейчас начинают менять свое мнение только потому, что касается уже непосредственно их, вот они видят разницу, что что-то происходит не так уже сейчас. Карманы опустили немножко, да, работы кто-то, может быть, лишился или еще что-то. Нет, вот, честно, да, это было уже вот когда в 2014 году это было, это меня вовсе, ну, я против, вовсе было, против и Крымнастов, это у меня статура такая, у меня, я говорю, я со всеми родственниками здесь, с моим вот, с братом, с сестрой, ну, мало общаюсь вовсе, даже с моей с младшей дочкой, потому что я уже не касаюсь этих вопросов про Украину, потому что если я что-то заикнусь там, то руками пойдет. Это да, но есть у другой стороны, вот, где зятя, где старшая дочка, там совсем другие разговоры, там, они же вот до Крыма наши, они ездили в Украину, в этот, до Крыма, Крым каждый год ездили. Старшая дочка моя, зятя, да, с детьми, они ездили каждый год туда. И после 2014 года ни разу не ездили. Все, на этом закончилось. Ну, у людей есть совесть, получается. Нет, есть люди в России, у кого есть совесть, безусловно, есть. Я говорю, конечно, есть в России люди, у кого есть совесть, кто понимает, какая ситуация... А почему вы здесь не выступали? Потому что здесь, ну, мы живем, типа, тоже в фондокупации. У нас здесь, честно сказать, полицейское государство. Да, я знаю. А полицейское государство, это, ты выйди, ну, степоль и сейчас, вы знаете, что есть любой папа, там, человек выйдет, он будет сидеть, ему штраф. Первый раз штраф, второй раз человек может до 15 лет получить. Хорошо, а вот в чатрулетке вы не опасаетесь сейчас рулетки? А? Я говорю, а в чатрулетке вы не опасаетесь говорить то, что вы говорите? я уже не... Я... Я... Если, знаете, я еще, когда в СССР было, я ничего не боялся. Я... У меня натура такая, я вот... Если мне не нравится, значит, мне не нравится. Я высказываюсь, и... Ну, вы понимаете что? Для меня это было счастье. Я думал, что мы будем жить и в другой жизни будем. Мне еще 30-40 лет было. Мне хотелось что-то для детей, для внуков, для чего-то пойдет жизнь. А видишь, как все переворачивается? Честно сказать, до 2013 года вроде бы России еще ничего не было такого страшного. Было Грузия, до этого было Приднестровье, Чечня. То есть все равно это все показано? Да, это все. И самое ужасное, что было? Да. Они не понимают, что это было просто уничтожение народа. Ну, не понимают. Ну, никак не докажешь, что это нельзя делать и что это нельзя делать. Пропаганда очень хорошо здесь, в России. В Российском Союзе. Это да. В России очень хорошо. Устроена пропаганда просто людям долго, вот с детства. И тем более сейчас вот у нас в детских садах уже военные формы одевают. Ну, как понимаешь? Да. Я не могу пойти сказать, ну что делаете? Буквы с этими буквами все это. Ну, засирает просто, людей просто засирает, если вы иной, и все. У них больше ничего здесь не остается. Для молодежи здесь ничего не остается. Они уже их долгят, как не знаю. Сейчас с молодым, ну 19 лет, да, было. Он говорит, что я с Дальнего Востока разговаривал на эту тему. Он уже, я говорю, ну тебе 19 лет. Как думаешь, значит, что ты? Нет. Уже голова забита не тем, чем надо, как говоришь. Он потом вот включился. Я ему немножко объяснять начал, что это творится. Но они-то вроде бы как-то понимают, но он все любит. Вот эту власть. Не знаю почему. С 19 лет. Ну, потому что, понимаете, свободный человек не может любить рабство. Свободный человек не может хотеть, чтобы им кто-то управлял. Причем вот эта банда, которая сидит сегодня в Кремле, да? Уже столько лет она сидит, сама ворует, создает миллиардера вокруг себя. Все полезные ископаемые, которые есть в России, за эти 30 лет можно было сделать такую страну. Она была бы другом всего мира, в первую очередь Соединенными Штатами. Люди жили бы на порядок лучше, чем сейчас. И действительно говорили, что вот мы создаем вот это, вот это. У нас есть обмен знаниями, у нас есть обмен опытом. У нас есть новые технологии, потому что у нас есть такие люди. Вот Сергей Брин создал компанию Google в Соединенных Штатах. Да, в России таких людей нет, или как Илон Маск, или как Стив Джабс, правильно? И все вот эти новые технологии и все. И вместо того, чтобы разворачивать все это на мозги, да, они развернули всю эту машину на войну. Это самое худшее, что могла сделать власть. Вот взять все это и поставить на рельсы войны. И при этом люди говорят, что Путин хотя бы войны не допустил. А он именно войну и допускает постоянно, только теперь он же допустил ее на своих границах, и воюет именно Россия с Украиной. Как же нет войны, когда есть война? Вот именно он к страну и привел к войне. Мы понимаем, но другие, они просто не хотят, или просто они... Или... Больше говорят, что мы политикой не занимаемся. Ну, не занимайтесь политикой, занимайтесь, значит, не знаете. Да, как-то развалился в Советском Союзе, и я тогда думал, что здесь поменяют. Ну, оно начиналось все так, оно менялось, и все, но, к сожалению... Ну, счастье было у меня тогда, когда развалилось, и когда я хотел, торговал, всем хотел, и все делал. Ну, сам по себе... Свобода, то есть вы получили свободу. Свободу, да. Свободу, да. Я семью кормил, тем мог. Хоть и тяжело было, но я знал, что этот период проживем, и будем дальше жить. Видишь, как получилось. Они опять... В этот... Штовок... Суют... Потому что власти хотят терять. Занавес... Потому что власть... Я не знаю, что они хотят. Они, наверное... Они там... Если нормальный человек... Он будет... Нормальный... Если у них... Я не знаю... У меня 66, да? Этим... В 70 с лишним... Они неужели такие долбоебные? Ну, вот, у власти они все там 70, да? Уже сейчас 70, 70 с лишним... Неужели они такие все долбоебные? Вот я не понимаю, почему они опять всю страну в эту... Вот что делать. Неужели у них ума нет? Или они так делают, и что? Они просто хотят удерживать власть. Они же этих олигархов накормили, а теперь олигархи попали под санцией. Под это... Они же деньги-то... Их же отдали... Я не понимаю... Как так может быть? Да. Под санциями... Сейчас вся страна под санцией... Это миллиарды... Все там... В Америке... Ну, в Европе... Заморожено, да. Это... Это... Неужели вот так? Человек... Просто человек... Довести... Так... Ну, Путин говорил... Я хочу... Я хочу, чтобы ввели вот все санкции, которые только могут быть. Ну, а эти денежные мешки-то... Они же все потеряли. Неужели у них... У самих-то ничего не играет, что... Какой-то... Метр... Шестьдесят пять... С кепкой... Вот так издевается над стороной. Неужели они ничего не могут сделать? Вот так вот... Вот так вот... Как история показывает... От простого вот... Как история показывает, оно все равно... В один прекрасный момент оно все это лопнет. Вот он надувается, надувается этот пузырь, он все равно потом в конечном итоге лопнет. Да, да, да... Только чем больше он надуется, тем громче он лопнет. А вопросы больше дают вот таким... Ну, простым людям, как я, да... Которые мы... Честно сказать, когда ты... Под такой натурой, да... У тебя нет ничего... За рукой... Ну вот... Я голыми руками ничего не могу сделать. Если я выйду... Меня, значит, или тюрьма, или... Мы уже ничего здесь в Польше... У нее Росгвардия, полиция, ОМОН... Ну, короче говоря, все эти вот... Структуры, они работают только на одного человека, да? На них, на власть. А народу ведь ничего нет. Мы только... Ну, это... Это что за... В оккупации, как говорится... Херсон сейчас в оккупации, да? Там еще люди не могут сделать. Они там... Флаги, все уже там... Нет, ну там... В Херсоне... В Херсоне там... Какой оккупации вы... Я говорю, в Херсоне там люди сопротивляются? Ну, в Херсоне вот. Они сопротивляются. Вы понимаете, что в Херсоне там творят сейчас в Херсоне? Да, конечно. Ну, сопротивляются, но... Все равно нет. Ну, да. Сопротивляются. Потому что, может быть, что-то... Ну, не выйдет. Все равно вот так, пока их не выгнают, то не выгнать оттуда эту... Все. Да? Ну, там военные сейчас. В Херсоне сейчас такая обстановка в Херсоне, что там именно военная положение. Там война. Это немножко другая оккупация и мирная... Ну, вот. А у нас в России... Это... В России у нас эта война, она внутри. Она внутри. Она не показывает, что у нас тут стреляет, что это, да? И вот выйди, тебя так же изобьют, так же тебя на бутылку посадят, так же в эти тюряги. Понимаешь? У нас... Потому что... Понимаете, какая вещь? Это война, как она... Вот. Смотри. У нас оружие... А в Херсоне там еще оружие есть у ребят, которые там же... Партизаны. Партизаны. Когда война началась, да? Партизаны. Партизаны у них оружие есть. А у нас здесь оружия нет. Мы безоружные, у нас ничего нет. Мы не можем выйти против, например, разгвардии, да? Которые с оружием... Которые с дубинками... Которые там эти... Видимо... Машины специальные делают, чтобы нас уничтожать. Народ. И у нас... Вторая... Вторая позиция... Питая... Страна большая. Страна большая. Но есть там Москва и Санкт-Петербург, да? Вот более-менее такие города, которые там... Если бы вышли... А там... Кому выходить? Там все... Все хорошо живут, да? А... А... Республики все... Там... Тысяча... В одном... Тысяча... В другом... Ну, ты выйдешь... Тысяча человек, да? Тебе завтра... Эти же ОМОН там... 500 пришлют и тебя... Нет, нет, нет. Смотрите... Такого, чтобы... Миллионы не можем выйти. Смотрите... Для того, чтобы выходили миллионы... Сначала... Сначала должен быть дух сопротивления у людей. А этот дух очень маленький. Вот смотрите... Каждый должен сопротивляться так, как он может. Не обязательно нужно выходить на улицу и идти... И идти под дубинки. Вы не правы. Ну... Когда... Когда... Навальный был... Мы здесь в городах... Очень большие митинги были. Очень большие... Ну, митинги... Смотрите... В Ситюхаре... В митинге... Да, да... Там... Собиралось... Много тысяч... Людей... Когда он приезжал, например, в город, да? Ну, видите... Его просто... Нет, я не про... Я не про это говорю. Где... Человек... Я говорю не про это. Дело в том, что... Когда... Ну, тут телевизор. Тут телевизор работает. Остальное население... Я именно... Я про это говорю... Который с головой, который без телевизора... Нет, нет, нет. Я не про это говорю. Я говорю про то, что когда есть критическая масса и люди, которые решительные в действиях своих, не обязательно выходить. Сопротивление может быть по-разному. Например, знает, что колонна идет военная куда-то. Делается что-то, чтобы эта колонна не доехала. Разные вещи, которые происходят в военных частях, военных... То есть, разные вещи на уровне того, что человек может и способен сделать. Не обязательно, потому что когда, если вы выходите на улицу, власть очень хитрая. Она специально создает... Митинги даже можно создать для того, чтобы именно посмотреть, какие люди готовы что-то делать. Для того, чтобы отсеять их. Вот эти все митинги большие на сегодняшний момент. А почему они не работают? Не работают. Именно потому что... Да, да. Что мы выходили на митинги, мы все сфотографированы, нас всех знают. Так что тут... Поэтому, значит, нужно... Они не выходят на митинги, они не выходят. Они не под танк не лягут. Они не остановят колонну, ничего. У них телевизор сказал, что это же все правильно. А они и сказали, что все правильно. Вот поэтому критическая масса, потому что в основном население, оно просто следует за тем, что говорит им власть. А в Украине люди по-другому смотрят на это. Именно поэтому у них получается сопротивление. Да. Хорошо. Там власть менялась. А здесь власть... Тут власть не меняется. Никогда. Не знаю. Ждем, когда один умрет, второй умрет, третий умрет, четвертый умрет. А так... Не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Я за то, чтобы это победила не моя сторона. Я за это. Понятно. Хорошо. Ну скажите, я записываю наш диалог. Вы хотите, чтобы я выкладывал этот ролик? Или я могу вас закрыть ваше лицо, если хотите? Или могу не выкладывать? Ну это как хотите, но и... Я просто не хочу, чтобы вы лишний раз показывали. Показывали. Как хотите. Как вы скажете. Потому что я же понимаю, что вы находитесь там и у вас это сейчас небезопасно. Поэтому вот как скажете, так я и сделаю. Как сделаете, так и будет. Мне все равно, честно. Я не боюсь ничего, я никогда не боялся. Хорошо. Даже могу сказать. Слава Украине, героям страны. Все. Хорошо. Спасибо. До свидания. Всего хорошего. Ну вот этот человек... Я естественно закрою все равно его лицо, потому что я считаю, что такие люди не должны сегодня страдать в России. Потому что эти люди не молчат, во всяком случае. Да. И видите, как он говорит. Можете оставить открытым. А есть люди, да, которые кричат, там, Крым наш, Путин молодец. Но при этом являются трусами. Вот этот человек не трус. Несмотря ни на что, да. Можно соглашаться с некоторыми его выводами. Можно нет. Но, тем не менее, видно, что человек не трус и человек способен мыслить. Он смотрит, анализирует, понимает и правильно видит ситуацию. И ему совесть не позволяет сказать что-то другое. Он не может сказать, что Россия права, а Украины нет. Потому что у человека есть совесть. Как только включается эта совесть, все становится на свои места. Есть агрессор, есть жертва агрессии, есть захватчик, в который вторгается суверенное государство. Как-то так. Все очень просто. Я вам всем желаю, друзья, как всегда добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.